Лубянка под огнем, вы все еще хотите вернуть 90-е. Мнение, терроризм 27 декабря 1942 Лубянка под огнем, вы все еще хотите вернуть 90-е. Без напряженной и каждодневной работы спецслужб России захлестнул бы вал терактов. Дмитрий Родионов, комментариев просмотров 577. На фото, сотрудники полиции у здания ФСБ на Лубянской площади, где произошла стрельба, фото, Александр Щербак, ТАСС. На прошлой неделе в центре Москвы произошла стрельба. Теракт. Да, не такой, какие мы привыкли видеть. Это не захват заложников бородатыми боевиками, обвязанными повязками с сурами из Корана, и не самоподрыв шахида. Это не право-лево радикальный террор с политическими лозунгами, который был весьма распространен в Европе в конце прошлого века, но и нас, к счастью, не прижился, несмотря на отдельные случаи уже в наше время. Стрельбу устроил одиночка, о котором до сих пор толком ничего не известно, что порождает множество слухов и конспирологических теорий. Достаточно молодой, нет и сорока. Одинокий нет жены или девушки. Замкнутый. Работал в нескольких охранных агентствах, увлекался единоборствами, стрельбой. Любил ходить в черном плаще с капюшоном. В таком же виде ездил заниматься в тир, говорил, что ему так удобнее. В таком виде и пошел на дело. Еще в черной футболке с изображением волка и луны. Типичный портрет психопата-мизантропа. Неудивительно, что дома целый арсенал оружия, как гладкоствольного, так и нарезного. В США такие типы регулярно устраивают массовые расстрелы. У нас это пока экзотика. Во всяком случае, до тех пор, пока у нас не сделают законы об оружии такими же свободными, как у них. И у них постоянно ведутся ожесточенные политические споры вокруг прав граждан на оружие, особенно после каждого очередного шутинга. Нечего бояться. Сергей Шергунов в памяти ВС. Гушина. Мысли о нем и большой разговор с ним. Можно ли сомневаться, что у психически неуравновешенной личности с кучей комплексов или желанием мстить кому-то, такое желание появится, и оно будет непреодолимо. Впрочем, как я уже говорил, отсутствие понимания четких мотивов стрелка уже рождает конспирологию. Журналисты со слов матери, пишут, что он в последнее время постоянно общался с какими-то арабами, исламский след. Или кое-кто уже отследил, что он около 10 лет проработал в ЧОПЕ, являющимся российским подразделением британской ЧВК. G4S. Не иначе, как англосаксонские спецслужбы подсуетились. И все это подогревается тем, что, несмотря на то, что стрелок не кричал никаких лазунгов, не выдвигал требования, даже предсмертной записки не составил, прослеживается определенный политический мотив. Свой поступок он явно приурочил ко дню чекиста, который отмечался на следующий день, однако праздновать его начали заранее. И не случайно он выбрал именно Лубяньку, недалеко от того места, где шел праздничный концерт, на котором присутствовали все руководители спецслужб и сам президент России, давший за пару часов до этого большую ежегодную пресс-конференцию. Очевидно, что это была попытка нанести силовикам пощечину в их профессиональный праздник. И неудивительно, что в интернете уже сегодня можно встретить ехидные замечания нашей дорогой либеральной интеллигенции, что, мол, обтекают наши доблестные чекисты целый час минут. Стрелок вел прицельную стрельбу в самом центре Москвы, в сердце Лубянки, да еще и в день пресс-конференции президента, в тот момент, когда все руководство страны праздновало свой праздник. И, конечно, как обычно, не удержались от спекуляций на тему того, что, как хорошо, что никто из мирника не погиб, а ведь мог бы. Мол, стрельба велась в двух минутах ходьбы от забитого людьми детского мира, Никольская улица с толпами туристов, и от трагедии спасло лишь чудо. При этом мало кто заострил внимание на том, что погиб сотрудник при исполнении, что пострадали люди, которые выполняли свой долг, пытаясь остановить безумца, прикрыв собой гражданских. Зато все громче слышен откровенный глумеш на тему того, что, несмотря на все ультрасовременные системы безопасности, которыми напичкана Москва, силовики ничего не смогли противопоставить столь наглой выходке, да еще и на Лубянке, где, по идее, в каждом окне должны торчать всешные снайперы. Все это, разумеется, подводит к выводу, что наши силовики могут только несогласных на митингах разгонять, что все последние инициативы, принимаемые государством, годятся только для того, чтобы ограничивать свободу простых граждан, ущемлять их права и защищать свою власть от демократических процедур, в то время, как всякие боевики и террористы чувствуют себя абсолютно вольготно. Конечно, любой теракт это всегда удар по имиджу спецслужб, спору нет. Но следует помнить, что 99% успеха в работе борцов с террором его упреждения, действия на опережение. Если террорист сумел подготовиться и выйти на тропы войны, остановить его крайне сложно. Об этом свидетельствует статистика успешных терактов в той же Европе. Причем для этого не обязательно иметь какую-то спецподготовку или быть вооруженным, можно и грузовиком людей передавить. Зеленский между двух огней. Европа дала президенту Украины короткую отсрочку для того, чтобы он принял самое важное для страны решение. Между тем, если кто не в курсе, директор ФСБ Александр Бортников в середине октября на Международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов заявил о предотвращении 39 терактов. Кроме того, в текущем году спецслужбы ликвидировали 49 террористических ячеек, которые планировали атаки в разных регионах России. 32 боевика были нейтрализованы, еще 679 задержаны. Вдумайтесь, что означают эти цифры. За каждой из них напряженная работа, неделями, а то и месяцами готовящиеся и осуществляемые с риском для жизни для сотрудников операции. И спасение жизни гражданских лиц. Возможно, тех, кто потом будет в интернете писать о том, как плохо работают спецслужбы проворонили психосохотничьим ружьем в своей праздник, все перепились, наверное. Просто им не понять, что отследить и вовремя нейтрализовать психо-одиночку порой гораздо сложнее, чем раскрыть подпольную террористическую ячейку, которая, в отличие от психов-одиночек, так или иначе, проявляет себя, оставляет следы. Это не снимает ответственности за то, что промахи иногда случаются. И за них платят кровью. А тем, кто сегодня этого не понимает, уместнее вспомнить 90-е и начало нулевых, когда теракты по всей России происходили едва ли не каждый день, и гибли в них в основном мирные граждане. Ну, а если кто-то из сотрудников бросался под пули, то это воспринималось действительно как подвиг, а не как рутинная работа. Романтическая, конечно, было время. И страшная. Уверены, что хотите его вернуть.